Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня у меня на обзоре смарт-тв приставка TANIX TX6. В описании вы найдете подборку ссылок на магазины с выгодными ценами. Чтобы поддержать нас, ставьте лайки, пишите комментарии, нажмите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Представляет собой небольшую коробочку, ее размеры составляют 105 на 105 на 25 миллиметров, вес в упаковке 500 граммов. На самой приставке изображено название, на передней панели цифровой светодиодный дисплей, показывающий время, которое синхронизируется с интернетом, либо устанавливается пользователем в настройках приставки. Медиаплеер, работающий на базе новейшего процессора, который имеет впечатляющие видео возможности, включая воспроизведение 6К. Такая приставка станет настоящей находкой для киноманов, кто жить не может без ежедневного просмотра видео. Аппаратное обеспечение является одной из сильных сторон. В нем установлен сок Allwinner H6, четырехъядерный сок с процессором ARM Cortex-A53, работающий на частоте 1,8 ГГц и сопряженный с графическим блоком ARM Mali-T720, способным обрабатывать видео со скоростью до 6 килобит в секунду при 30 кадрах в секунду и 4К со скоростью 60 кадров в секунду благодаря видеоускорителю Allwinner Phoenix 3.0. Графический процессор поставляется с двумя шейдерами Core, что позволяет ему не отставать от требовательных 3D-игр. Он также поддерживает технологию системы отображения HDR10 и HLG DHR SmartColor 3.0, чтобы обеспечить более четкое видеоизображение. Поддерживается декодирование HEVC H.265, в результате чего изображения детализируются и улучшаются для обеспечения исключительной четкости. SmartBox работает под управлением новейшей операционной системы Android 9.0, обеспечивает более эффективную и безопасную работу, лучшую совместимость с новейшими приложениями, что улучшает взаимодействие с пользователем. Операционная система имеет предварительный root доступ для доступа к большему количеству разрешений и установки приложений, которые требуют активации root, но не имеют корневого переключателя. Простая операционная система имеет понятный интерфейс, раскрывает потенциал аппаратной части устройства и легко поддается индивидуализации. Новый интерфейс Alice UX включает обновленный bootloader, отображающий красивую анимацию загрузки системы и красивый рабочий стол лаунчера, который содержит несколько зон с интерактивными элементами, включая большие кнопки для доступа к фиксированным и избранным приложениям, меню настроек и приложений. В левом нижнем углу находится настраиваемый виджет, отображающий погоду. С левой стороны выдвигается диспетчер задач, список ранее запущенных приложений. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Через месяц просто не включилось и все. Неудобный пульт. Все приложения думают, что это телефон и все оптимизировано под то, чтобы водить пальцем по экрану. К концу дня греется. YouTube, управлять которым весьма непривычно. Не читает диски большого размера. Также установка сторонних приложений не очень очевидна. Теперь перейдем к положительным. Возможность установить нужную программу. Шустрая штука. Все показывает, не зависает, все что хотел поставил. Хороший Wi-Fi 5 ГГц. Со своими задачами справляется на ура YouTube MegaGo. Всеядность к форматам файлов. Память большая. Всем спасибо за просмотр. Также буду благодарен за лайки и комментарии. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Правильный Выбор.